На этой неделе большинство детских учреждений мира объединил добрый, очень теплый и по-осеннему нежный праздник День пожилого человека. Самое молодое поколение Церкви Вера, действующая любовью города Ижевска, поздравило своих любимых бабушек и дедушек с Днем пожилого человека, подготовив для них праздничный вечер. Может, пока еще на уровне чувств, но дети уже понимают, что именно эти родные люди, так ласковые к ним, всегда согреют и утешат, вкладывая в их сердца все то доброе и нежное, что накопили за свою долгую жизнь. Как у нас и бабушки, хороши оладушки, мы редком усилить поливаем, не сметком, запиваем молоко. Именно бабушки и дедушки, прожившие такую нелегкую жизнь, больше всех балуют своих внучат, стараясь восполнить в жизни своих любимых все, чего не было у них самих. И поэтому в концерте звучали стихи и песни про самых добрых членов семьи, про бабушек и дедушек. Конечно, ребята не только умеют петь и танцевать, но и бабушкам своим помогать. Ребятки у меня брали ведерочки, поливали Викторию, поливали морковку, собирали картошку, помогали нам. И пололи даже. Сначала они пололи Викторию, потом ее собирали, ели дружно, это тоже помощь. Значит, потом они у меня поливать, это у них любимое занятие. А потом они с папой шикарно копали картошку. Кстати, Тимур вырастил вообще один куст картошки, сам садил и сам выращивал его. Дети не только играли и выступали вместе со своими бабушками и дедушками, но и молились за них, благоставляя их жить еще долго и счастливо. Отче наш, сущий на небесах, засветит своими днем, да придет в Санкт-Петербурге, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Господи Боже мой, благослови на имя Твое святое, славное во веке, то ведь ей это. Чтобы принять подарок от своих внучат, порог церкви наконец-то переступили бабушки и дедушки, которые никогда еще не приходили в церковь. И как оказалось, они не пожалели об этом. Денис Рябов, Ольга Антонова, специально для телеканала «Благих новостей».